сегодня поездка в аэропорт на заднем сиденье genesis да так и говорил прежде шумоизоляция конечно так на четверочку с натяжкой на самом деле даже сзади а еду и гул ощущается причем даже на небольшой скорости 60 км в час буквально по городу 70 все-таки не хватает ему в этом классе даже для ешки потому что честно говоря мне кажется что вообще как странно по ощущениям вот mercedes е-класса он вроде бы тоже там шумоизоляции не очень-то особенно там с последними машинами там при предыдущей они даже как-то более качественно делали но все-таки блин все равно ощущение там едешь там как-то видимо от резины зависит от колес немного даже в такси если поездить там какой-то такси командир или еще что-нибудь корпоративное такое там все-таки покомфортнее но я думаю что все-таки в первую очередь связано с покрышками шинами тут напомню хэнкук так установлен пока 50 профиль я предполагаю что если все-таки тихий мишлен или континентале то заметно лучший акустический комфорт будет меня конечно и так устраивает но здесь он пространство конечно сзади вообще нормально собачка и конечно удобно что садишь а если там спереди особенно никто не сидит свободное место берешь вот здесь вот и очень удобно сиденьку двигаешь туда-сюда спинку наклоняешь но прикольно я говорю за эти деньги как бы тут есть все необходимое есть каких-то излишес нету там не мега этих сенсорных экранов как у аудио последних и прочего но в принципе хотя бы необходимые минимальное удобство уже в дженезисе были тогда и в хендо дженезис до него и в этом дженезисе после семнадцатого года все классно ну и самое главное конечно самое приятное что едет очень мягко пущем изоляция тут как бы не идеально да есть свои косяки но по крайней мере по мягкости подвески по комфорту на заднем сиденье здесь конечно он место очень прилично я думаю тут до двух метров люди спокойно располагаются и не париться место для ногу вообще нужно вытянуть и очень хорошие на самом деле вот по сравнению даже кстати по моему суперби похуже это было сделано если супер пандэ класса не спинки сидений здесь наклонены хорошо то здесь на втором ряду их даже не надо ничего там они не регулируем и да но здесь они просто изначально наклонены так что взял опустился в сиденьку и тебе очень комфортно ехать хорошо не во всех машинах так в некоторых спинки более вертикальные особенно там в джипах в паркетниках во многих я так сказал в половине наверное там на заднем ряду не расслабиться вот как здесь там садишься и там спинки вертикальные они еще не регулируем это все это ну блин очень неприятно их вот по крайней мере в дальней дороге точно это даже час не хочется только ехать здесь как бы в этом плане гораздо лучше все сделано для корейца конечно очень достойно очень хорошо особенно если еще и водитель тебя выйдет хотя вот эта тачка конечно она не для водителя понятно для водителя это все-таки g90 это s-класс ешка это ну это так понятно что марсиа класса везде катаются с водителями прочее но это не значит что он сзади эта машина там гораздо лучше или приятнее чем спереди вот мне например в дженезисе все равно интереснее и приятнее ездить на водительском сиденья качество звука очень хорошая система конечно забавным названием с этим блин лексикон но звучит реально хорошо и здесь тоже удобно можно регулировать и конечно там не супер какая-то волшебная но в моем понимании кстати звучит не хуже чем тот же самый бурмистер у меня в цешке было бурмистер установлен там конечно очень красивые вот эти сеточки динамики везде ну и салон оформление салона конечно мерседеса лучше что говорить но вот по качеству звука я могу сказать там за бурмистер какие-то такие немалые переплаты были а здесь это не самая топовая максимальная комплектация дженезиса и звук музыка в нем хороший эквалайзер примитивный но он как бы есть там можно по тем настроить вот здесь подлокотник сам секс очень крутой он широкий открываешь и глубины в нем предостаточно такая вот штука не помню насчет охлаждаемый не охлаждаемый здесь и избежка есть ну блин приятно уж хотя бы бархаткой обшит приятный словно машинах конечно смотришь и он даже последних корейцев смотрел этот санта-фе и палисад там ли бардачок открываешь машины там по три с половиной по четыре с лишним миллиона бардачок открываешь там сраный голый пластик никакая там бархатка вообще ничем не обшита просто блин то есть как пластиковые эти эту были коробку подкинули и все ну отвратительно конечно подход сейчас просто краилово на всем а оценник при этом зада задрали до невозможности сверху кстати здесь даже как вот это оформлено вот это все красивый такой мягко синей подсветкой светится когда в темноте очень хорошо это все выглядит вот это даже как зажигаются вот эти лампочки все аккуратненько плавно мягко гаснет клавиши нажимаются приятно с небольшим усилием мягкий можно по раздельности вот так зажигать это сама подсветка салона загорается тут еще был прикол а я обратил внимание ручки даже посадить как ручки сделаны бля это кореец хенде блин посмотрите даже они подпружинены елла пала это прям как вот как говорили раньше в лексусе в мерседесе посмотрите вот опа блин просто ну настолько вот рассчитаны там видимо пружинки у этих механизмов такое усилие приятно и вот все так сделано видите блин даже крючок есть елла пала крючочки есть специальные посмотрите сзади вот 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 причем они хорошо сделаны не не дешево там как-то ничего нормально сделано с левой стороны то же самое все спереди аналогично ну там крючков нет понятно блин насколько кайфово все таки вот они дженезис они подошли к своему автомобилю к этому поэтому как бы ему я считаю можно простить некоторые косяки ну в частности не идеальная шумка то что там на расход топлива тоже еще многие жалуются блин ну здесь 249 лошадей вы какой расход топлива хотели на 250 сил даже с турбины машина как большая тяжелая но не может он есть там 10 9 литров вот тот самый супер по он как бы он чуть-чуть поменьше жрет ну блин так там и топлива 95 98 и сама машина по себе меньше и кайфа и комфорта меньше ну и по надежности там извините мотор коробка не как у дженезис и и гарантия не 4 года без ограничения пробега как здесь то есть ничего сравнивать класс ниже поэтому как бы если ну мое мнение с этой тачки если пересаживаться пытаться на что-то комфортно ну вот я говорю это уже следующий класс это значительно дороже машины будет это mercedes s-class это audi a8 ну возможно кстати даже а 7 если вам прямо на заднем стене там не надо ездить а 7 а 8 конечно они в плане технологии все очень крутые и по шумке там по всему остальному и ну а если из корейцев да это g90 уже да классом выше уже полностью представительская такая машина g90 и очень редкий у нас и неликвидный к 900 то есть конечно я кстати все время думал об этом но блин к 900 ну слушайте одна машина на весь город в продаже буквально это если повезет купить не продать ну чё с чё с ним делать-то потом как и конечно тачка очень уже огромная то есть это чисто только вот я считаю с водителем каждый день кататься самому зарулись садиться там то в таком огромном гробу смысла не вижу поэтому вот g80 напомню на мой взгляд очень комфортный и своих денег он однозначно стоит причем как на вторичке так и новая новую вы можете взять да он там сейчас три с лишним получается но если в топовой там почти четыре ну да блин хорошо это четыре года гарантии и извините без ограничения пробега машина вот это как бы вот уже очень неплохо но на вторичке в районе там полутора двух миллионов можно иногда найти очень достойно за эти деньги вы ничего лучше по качеству по характеристикам не найдете что-то еще раз в принципе и и и и и и и и и